Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго утра, благословенного дня и, конечно же, открытых небес. Тогда, когда мы живем на этой земле, нам так важно, чтобы небеса к нам были не просто открыты, но расположены, заполнялись, чтобы наши жизни смыслами неба и открытыми Божьими ресурсами. Его сокровищницами. И всем вам я это желаю, потому что на самом деле жизнь, она складывается как будто бы из мелочей, но превращается в очень большой монолит, монолит судьбы, который мы так называем. Но ведь не складываются просто какие-то отдельные события, а происходит нюанс за нюансом, шаг за шагом, решение за решением, встреча за встречей, и вдруг это вырисовывается в какую-то особую картину. Вы знаете, Господь наш уникальный художник, писатель, стратег, режиссер, дирижер, у него все это присутствует. Поэтому он умеет творить судьбы, он умеет ими управлять. Я очень желаю, чтобы на старте этого дня мы приняли от него такую силу магнита, чтобы притянуть в свою жизнь людей, которые им посланы в нашу жизнь, чтобы мы не прошли мимо этих людей, а обнаружили в них Божью часть, Божий посыл, Божью атмосферу. Потому что тогда, когда Бог что-то хочет сделать для человека, Он ему дает человека. Или дает людей, которые могут ответить на его запрос. И нам кажется, это случай. Нам может показаться это очень интересным совпадением событий. Но на самом деле, тогда, когда мы под Богом ходим, всеми событиями Он точно режиссирует. Это Его уникальность, это Его способность. И Он не перепутает судьбы. И поэтому я желаю, чтобы мы с вами сегодня также начали этот день с учетом Его вмешательства в наши географические состояния, экономические состояния, наши нравственные состояния и так далее. И поэтому то, что мы с вами читаем, это Орна обнаруживает приходящего к нему царя со свитой. И поэтому он задает вопрос Давиду. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И ему нетрудно задать этот вопрос, потому что его сердце, оно открыто перед Богом, открыто перед царем. Я не знаю, насколько сегодня возможны такие отношения царей, правителей, президентов с простыми людьми. Но в данном случае мы видим, что это было тогда нормой, и это было большим плюсом. Потому что и царь мог прийти, задать вопрос, в данном случае Орне, а Орна мог задать вопрос царю, и он это делает. И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. Интересно, у царя власть. Он может забрать это гумно, и мы знаем, что когда-то Ахав так сделал. Правда, он хотел купить поле, но ему не продали его. Посмотрите, тоже отношение человека с человеком, с подданным в своем царстве. Но там это закончилось очень печальной ситуацией, когда был убит тот, кому он пришел с этой просьбой купить поле. В данном случае Давид не считает это маловажным задать вопрос, я хочу купить это поле, я не хочу у тебя его забрать, я не хочу у тебя его, может быть, отобрать, а я хочу купить для такой-то цели. То есть я заплачу тебе за эту землю. И на самом деле у Орны сейчас тоже выбор. Он может отреагировать так, как царь предлагает, либо сделать встречное предложение. И в этом смысле, друзья, у нас всегда остается право. Я хочу, чтобы мы не тушевались перед ситуациями и перед теми, кто сейчас стоит перед нами. Потому что люди могут быть разные. И если власть, позиция какого-то человека влияет сейчас на тебя так, что ты можешь не принимать правильных решений, то это печально. Потому что влияние кого-то на тебя является таковым, что оно сильнее твоей человеческой воли. А значит, ты сейчас оказываешься как удав и кролик. Независимо от позиции, кто бы ни стоял перед тобой, тебе надо четко понимать, у меня тоже позиция имеет право на свое существование. Вопрос в том, как тебе удастся ее потом защитить или нет. Но иметь ее важно. Надо ли будет высказывать или нет. Это уже вторые и третьи пункты. Но первый пункт – иметь позицию по жизни. Иметь понимание, что является твоей частью, что является твоим наследством, что является твоим имуществом. Как ты этим хочешь и можешь распоряжаться. И вот тогда, когда Бог что-то захочет и предложит тебе, не пропусти эту возможность. Небесный Отец, нам это очень важно. И сейчас принять от тебя такой урок, чтобы не просто задавать вопросы и не просто спрашивать или получать ответы, а иметь от тебя понимание, где ты предлагаешь нам что-то тебе отдать. Не пропустить эту возможность. Потому что это великая ценность, когда из всего мира ты выбираешь одного человека, ты выбираешь какое-то, может быть, имущество, и говоришь, мне вот это сейчас надобно. Вот этот осленок мне надобен. Вот эта земля мне надобна. И я прошу тебя, чтобы ты дал нам понимание не пройти мимо твоих просьб, твоих ожиданий и предложений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»